Айоу, с вами Трэнди, и сегодня мы попробуем понять, какая она, та самая идеальная консоль в наше время, или все-таки лучше ПК. Для начала разберемся, какие вообще сейчас можно взять актуальные платформы для игр. PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita и Nintendo 3DS, ну и конечно ПК. После просмотра этого видео, вы сможете сами разобраться в основных плюсах и минусах, ну и конечно скидывать это видео своим друзьям, в случаях споров, что же лучше для игр. Этот ролик не призывает быть сторонником конкретной консоли или ПК, а лишь дает пример мышления, с помощью которого вы сможете в дальнейшем делать выводы по поводу того, какой вариант из консолей больше подходит вам. Будь то нынешнее поколение, или следующее, или все-таки ПК. Итак, начнем пожалуй наверное с самой популярной современной консоли. PS4 ворвалась на рынок сразу с большим успехом, потому что ее главный конкурент слился на самом старте, допустив уйму маркетинговых ошибок. Ее плюсы, это огромная аудитория игроков, а следовательно офигеть какой онлайн в играх, недоступны ни на одной другой консоли. Второе, это отличное дизайнерское решение, чисто внешне эта консоль очень красивая. Третье, тоже недоступное для всех остальных консолей, это количество эксклюзивов, которые в СНГ сообществе у всех на слуху. Uncharted, Last of Us, Человек-паук и многое другое. Именно этот пункт становится самым весомым аргументом в спорах о том, на чем лучше играть в игры. И мема про то, как пройти, вставить название эксклюзива Сони на ПК и вставить видео с Ютуб. Эта консоль не без минусов. Первое, это конструктивные особенности консоли, из-за которых она орет как вертолет. Второе, постоянные проблемы с PSN, когда у тебя все нафиг лагает, да еще и игры по 300 лет скачиваются, хотя у тебя в хате гигабитный интернет. Третье, большие цены на игры и подписку, на которых почти никак не сэкономить. Да, конечно можно покупать БУ-диски, но большинство дисков уже заменили просто карточки с кодами, которые не перепродать. И опять же, третий пункт больше всего отталкивает людей от покупки PS4. Переходим к ее главному конкуренту. Первый плюс этой консоли, перебивает главный минус PS4. На этой консоли можно очень хорошо экономить на играх и подписке. Мало того, что всегда есть огромные скидки в самом магазине, как и на PS4, так еще и можно со своим другом или знакомым, у которого тоже есть Xbox, покупать игры и подписку одну на двоих. А еще появился Game Pass Ultimate, который дает доступ к огромной библиотеке игр за сущие копейки. Очень часто бывают скидки на все эти подписки, и одна подписка может действовать сразу на две консоли. А еще, по большому счету, игры на старте на Xbox стоят почти столько же, сколько и на ПК, если покупать их на двоих. Второе. Xbox, как и говорилось на его первой презентации, это полноценный медиакомбайн. Тут есть возможность использовать его как Smart TV, если у вас старый телек. А знаете, что самое интересное? Есть такое приложение, как FS Player, ну или FS Client, который дает смотреть все вышедшие фильмы онлайн бесплатно. Но по большому счету, это незаконно, наверное. Поэтому я не одобряю. Но такая возможность есть. Третье. Это очень быстрая скачка игр из магазина. Такой скорости у меня даже на компьютере нет, сколько выдает Xbox. Из минусов, это полное отсутствие эксклюзивов и меньшее количество пользователей в онлайне, по сравнению с PS4. А также, конкретно в России, закрыли продажу подписок онлайн в официальном магазине. Поэтому приходится покупать коды в интернете или идти за ними в магазин, а потом вводить их вручную. А еще, постоянное моральное давление от всех людей с одним вопросом, почему Xbox, а не PlayStation. То есть, по сути, эти консоли почти в противоположные, но на обеих из них дают каждый месяц пару игр бесплатно, под подписки. Это очень прикольно. Идем дальше. Nintendo Switch. По большому счету, вообще отдельное направление консоли. Гибрид, портативки и стационарно. Не считая Lite. Из плюсов, кто бы что ни говорил, это отличные эксклюзивы от самой Nintendo. В них нужно просто поиграть, чтобы понять, а не смотреть и рассказывать. Пока не поиграешь, не поймешь в чем кайф этих игр. Но, конечно, главный плюс, который перевешивает все минусы, так как нет актуального конкурента, это портативность. То, что ты можешь ее носить с собой и играть где угодно в полноценные игры, а не побегушки и фермы на телефоне, это, конечно, очень круто. Игры на любой вкус и цвет. Просто зайдите и посмотрите, какие есть, чтобы я их тут не перечислял. Да, у меня получилось только два плюса, но за неимением актуальных альтернатив у вас просто нет выбора, что купить, если вам нужно играть в современные игры, в дороге или где-то еще, куда вы не потащите свой царский ПК. Из минусов. Первое, это цена. В голове человека советской закалки не может уложиться то, почему маленькая консоль может стоить столько же, сколько и большая. Там же графика хуже и размер меньше. За что платить-то? Второе, это подписка. Если ты хочешь играть в игры онлайн, за которые ты уже и так заплатил, то надо заплатить еще и за подписку. Благо в России это можно сделать за 350 рублей в год. Вообще легко и не напрягает. За это они дают доступ к старым играм, которые советский человек может поиграть и бесплатно на PSP или PS Vita, да еще и на русском языке, а не на английском. И третье, в России это проблема с картриджами. Все самые популярные игры завозятся на картриджах. Но многие просто хорошие игры, которые поддерживают русский язык, не завозят. Только с ebay заказывай или покупай онлайн. И коротко о других портативках. PS Vita. Отличная консоль во взломанном виде может эмулировать все, что захочешь. И PSP, и консоли Nintendo, и многое другое. И сама дает большую библиотеку игр. Но проблема в том, что их в принципе мало на рынке. А в хорошем состоянии с прошивкой еще меньше. А эти карты памяти, боже мой, какая это боль. И вообще, Sony, что с PSP, что с PS Vita, там перегибали палку с этими проприетарными разъемами и картами памяти. И кстати, эти консоли на старте стоили столько же, сколько сейчас стоит Switch. Что насчет 3DS и 2DS? Отличные консоли. Очень популярные. Неимоверно популярные. С огромным количеством игр. Тем более, если вы пират, то для вас это все еще и бесплатно. Да, и сама консоль стоит очень дешево. Но для людей с непереносимостью пикселей, вообще дорога закрыта. А теперь, к самой боярской платформе. ПК. Плюсы. Первое, это пиратство. Не одобряю, но оно есть. Второе. Очень крутые эксклюзивы. Такие как Dota 2. CS GO. Хотя CS GO была на Xbox 360. Тогда только Dota 2 и старые стратегии. А если серьезно, а это и было серьезно, все играют в Dota 2 в 2019 году. Вот ты на своей дурацкой 3DS поиграешь в Dota 2, а? Ладно, ладно. Второе, это постоянные скидки в стиме и вообще на ПК. Игры со скидками реально выходят чуть дешевле, чем на Xbox. А в стиме при распродажах игры стоят однозначно дешевле, чем на самых больших скидках на любых консолей. Но это актуально именно для России. Третье. Гражданину Soviet Union, конечно, удобнее держать мышь и клаву в руках, чем геймпад, к которому нужно привыкать примерно 2 недели. А тут тебе с молоком матери передается умение держать мышь. Из минусов. Постоянные вылеты из игр. Тем более, если ты пират. Постоянное обновление драйверов и самого железа. Да, ты хакер. И у тебя тоже это передалось с молоком матери умение решать эти проблемы. Но все-таки не все так круты, как ты. Также нужно всегда перепроверять, а точно мой Pentium 4 потянет GTA 6 или нет и так далее. А еще постоянно ты прикован к своему столу и супер игровой табуретке. Потому что если ты будешь не максимально собран, то катка в доте точно будет проиграна. В то время как на консоли ты можешь расслабленно играть сидя или лежа на диване. Или стоя в углу, потому что мамка наругалась за то, что ты не ПК боярин. Ну и конечно еще один минус. Это зависть к тем игрокам, у кого ПК мощнее. Делая вывод, можно сказать. Шо то хуйня, шо это хуйня. Го в тетрис рубать. А если серьезно, я думаю, что уже все сделали выводы и поняли то, что споры о том, какая консоль лучше или все-таки лучше ПК, бессмысленны. Каждый выбирает то, что ему нравится. Спасибо за просмотр, поставьте лайк и подпишитесь.